Антицеллюлитный гель Антицеллюлитный гель термоинтенсив серия Body Care Наконец-то вышел долгожданный наш антицеллюлитный гель, который вобрал в себя, наверное, все достижения мировые исследования антицеллюлитного эффекта топических средств и содержит все компоненты, которые влияют на каждое звено возникновение такого явления, как целлюлит, а именно нарушение трофики ткани, нарушение кровообращения, замедление лимфотока, образование повышенного количества средней ткани вокруг разбухших, можно сказать так, адипоцитов, то есть избыточные какие-то жировые отложения, апельсиновая корка и так далее. Каким образом данный препарат будет бороться с целлюлитом? Благодаря своему богатому составу. Как известно, антицеллюлитные средства, они влияют на состояние кожи и подкожно-жировой клетчатки в зависимости от своих компонентов. Естественно, в подкожно-жировую клетчатку ни один компонент не способен проникнуть в первозданном виде, но многие из них способны оказать косвенное влияние на улучшение кровотока, ускорение лимфотока, соответственно, косвенно повлиять на ускорение липолиза, так как улучшается у нас кровоток, снимается отечность и улучшается трофика, в том числе и подкожно-жировой клетчатки, то есть питание этой ткани, и таким образом ускоряется липолиз. Какие компоненты будут влиять на звенья патогенеза, такого явления, как липодистрофия или целлюлит? В первую очередь, это антицеллюлитные компоненты, такие уже зарекомендовавшие себя, такие как экстракт фукуса, гидролизованный протеин кукурузы, экстракт лимона, гуарана, все, что влияет на метаболизм клеток. Причем влияние, основное, естественно, оказывается на клетки эпидермиса и дермы, но так как мы улучшаем состояние и трофику этих тканей, то нижележащая подкожно-жировая клетчатка тоже, соответственно, косвенно активизируется в ней все процессы. Что еще влияет на звенья патогенеза целлюлита? Естественно, кровообращение. Здесь имеются в составе компоненты, которые используются, например, для терапии варикоза. То есть это экстракт конского каштана, листьев красного винограда, это троксирутин. Кроме того, в составе имеется кофеин, который тоже при поверхностном нанесении в том числе очень хорошо влияет на микроциркуляцию, ускоряет реологию крови, ускоряет ток лимфы, обладает противоотечным действием. Так как у нас косвенно ускоряется липолиз, то в составе у нас есть л-карнитин, который ускоряет транспорт жиров метаболизированных, для того, чтобы они быстрее выводились из организма. Эти компоненты, помимо всего прочего, еще хорошо влияют вообще на состояние кожного лоскута, то есть на эффект апельсиновой корки. То есть уменьшается выраженность этого неприятного явления. И самым основным преимуществом данного препарата является разогревающий эффект. Но не простой разогревающий эффект за счет простых каких-то таких компонентов а-ля красный перец или метилникотенат, который помимо того, что разогревают, еще и сильным раздражающим действием обладает. В данном случае, так как здесь все-таки задача мягкого и комфортного действия, но при этом сильного, здесь используется более современный такой инновационный компонент ванилилбутиловый эфир, который дает интенсивный, причем в первые минуты после нанесения даже очень интенсивный эффект разогрева. И после того, как, как говорится, первые минуты вот этого интенсивного разогрева проходит, длительно сохраняющееся комфортное тепло, такое глубокое комфортное тепло, которое как раз очень хорошо тоже активизирует микроциркуляцию и ускоряет липолис. Что важно? Естественно, так как это средство, опять-таки, интенсивное, активное, разогрев достаточно сильный, то нужно читать инструкцию к препарату, в первую очередь, и правильно его использовать. При первом использовании, первом-втором использовании, рекомендуется определить чувствительность кожи к препарату. Естественно, нельзя его наносить на поврежденную кожу с какими-то микротравмами, нельзя наносить его, когда у вас обостряется герпетическая инфекция, например, какие-то такие процессы в организме происходят. Это понятно. Самое важное – определить свою чувствительность к именно интенсивности разогрева этого геля. Таким образом, для начала мы его применяем просто на сухую кожу, очищенную после душа, не распаренную, не разогретую. Если разогрев будет комфортный в такой ситуации, то тогда на следующий день мы уже, или через день, можем попробовать нанести его на немножечко распаренную кожу, после ванны, например. Не рекомендуется сразу брать его с собой в баню и сауну и на распаренную кожу наносить, потому что действительно интенсив может быть слишком разогревающим для вас оказаться этот термоинтенсив гель. Недаром название у него такое. И будет некомфортно. Поэтому начинаем просто с нанесения на сухую кожу. Наносим мы его и на живот, и на ягодицы, и на бедра можно наносить. Второе. Если вам комфортно после нанесения на немножечко распаренную кожу, после ванны, например, то можно попробовать его нанести после скрабирования. То есть, отскрабировать зону, допустим, бедра и нанести этот гель. Если такое нанесение будет комфортным для вас, то только тогда можно пробовать его наносить под пленку. То есть, делать с ним обертывание. То есть, начинать с этого ни в коем случае не нужно, потому что интенсивность разогрева может быть очень-очень сильной в этом случае. Вот такие вот нюансы применения. То есть, обязательно постепенно вводим его в уход, смотрим за своим порогом чувствительности, наблюдаем. Какие эффекты, результаты мы от него получаем? При ежедневном использовании курсом, ну, как правило, курс длится не меньше месяца, конечно, а лучше где-то хотя бы два месяца подряд его использовать. Ну, и потом можно профилактически наносить несколько раз в неделю, или один-два раза в неделю. Что мы получаем? Мы получаем хороший, очень эффективный, такой противоотечный результат. То есть, у нас уходит вода, и стимулируется липолиз, уходит постепенно, но не сразу, конечно. Сразу эффект это от того, что ушла вода. Потом уже эффект от того, что ускоряется липолиз и метаболизм вообще тканей, активизируется. Уходят сантиметры объема. То есть, первое, это то, что уходит сантиметры объема, где-то около 0,5-1 сантиметр в неделю. Естественно, если мы при этом соблюдаем достаточно низкокалорийную диету, желательно, конечно, физические нагрузки добавлять, но сантиметры уходят. Естественно, до какого-то определенного предела. Человек тоже не может худеть до нуля. Как правило, где-то 1-2 сантиметра, до 3-4 даже у некоторых. Чем больше было лишнего, как говорится, тем больше уйдет. Следующий эффект – это, естественно, улучшение состояния кожного лоскута. Буквально после первых 2-3 применений уже замечаешь, как кожа становится более гладкой, как уходит этот эффект апельсиновой корки, как зачастую улучшается кровоток и уходит вот этот симптом холодных бедер, холодной кожи такой неприятной, или болезненности при пальпации, при касании, при попытке каких-то массажных движений. Вот это вот уходит. Это основное. То есть как бы улучшается и кожа, и уменьшается объем. Применять можно, в принципе, в любой сезон, то есть круглогодично. Конечно, актуально это перед летним сезоном. И главное не начинать с самых таких агрессивных способов применения а-ля под пленку наносить. Начинайте потихонечку тестировать свой порог чувствительности и доходите уже до применений таких более серьезных, как, например, под пленку или под, допустим, специальные такие плотные штаны, в которых вы идете на беговую дорожку и совмещаете вот этот разогрев с аэродными нагрузками. Вот такой препарат из серии Bodycare по уходу за кожей тела. Профессиональный препарат в большом объеме он продается, потому что он же используется профессиональными косметологами. В некоторых аппаратных методиках он электропроводностью обладает. Но дома мы его можем использовать вот так, как я рассказала. Продолжение следует...